Здарова, стратегические жевжики! А кого это вы видите у себя на экране? А? Кого? Угадайте. Ну, ты, ты. А? Нет, 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 нет. Алексей Халецкий. Алексей Халецкий канал. Лёша играет. Всем привет. Видите, только что вышел, хотел сказать, из бани, где я банил всех. Но нет, ещё этот выпуск я не записывал. Продолжаю прохождение Old World. Предрелизное, прежде чем он появится в Steam. Тяжеловато. У нас тут всё идёт за Персию, кстати. Ну и рекомендую посмотреть начало этой партии, с первой серии смотреть. Всё-таки... Кстати, я обратил внимание, смотрите, как они сделаны у них... Интересно, это глюк или специально? Вообще выглядит прикольно, что... Видите, силуэты... Силуэты армии за названием города. Прикольно, да. Перейдите к первой серии. Ссылка есть в описании и в прикреплённом комментарии. Всегда интереснее смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии, по идее, должны видеть сразу во вкладке сообщества. Большое им спасибо за поддержку. Итак, Персии правит Теребоньк Незыблемый. Давайте я свою рожу уберу, чтобы вы... Ну, мне говорили, кстати, ставить вебку сюда. Но мне кажется, всё-таки прикольнее вот, ну, немножко погружаться именно, когда разные правители. Всё-таки Old World одна из фишек, что правители меняются. Так, значит, я тут не забываю апать лучников. Покупаем... А, подождите, знаете что? Давайте я сначала воспользуюсь рабочими. Может быть, да, висячие сады доделали. Знаете что? Нам надо... Точно я хочу построить Великий Маяк. Потому что он... Форосский Маяк. Потому что он даёт плюс 100% от сетей. А у меня тут сетей дофига просто. Давайте ещё колосс проверю. Нет, колосс... Колосс на сети никак не здесь. Так что вот я бы Форосский Маяк строил. Нам, правда, для этого нужна растущая... Ладно, нам нужно 600 камня и 200 цивиков. Цивик-то мы на... Да и камень мы наберём. Ну, просто давайте, наверное, не сейчас. Я хотел сейчас рабочими, свободными, может быть, лес повырубать. Так, ну, в данном случае нам надо лесопилку строить вот здесь. Блин, и здесь надо лесопилку строить. Знаете что? Давайте я вот здесь вырублю вот этот один ход. А вторым ходом сюда вернусь и лесопилку начну строить. А, блин, тут не на... Так, давайте ещё раз вырубим. Да, вот это я зря немножко ходов потерял. Вот тут мы лесопилку строим. Тут не наша пока территория, видите? Так, этот висячие сады доделал. Давайте, наверное, ферму на ячмене сделаем. Так, вот теперь немножко подрубили деревья. Там, правда, 75 надо, но хоть немножко сэкономим. АПМ. Этих лечим. Потому что нельзя апнуть пока раненый юнит. И начинаем. Так, вроде от этого, считайте, отбились нападения. Так, тут у нас нормально. Можно прямо оттуда среть, потому что прокачанный на орлиный глаз модификатор расстояния. Игнорируется. Так, я бы сюда полководца назначил, на самом деле. Да, проблема в том, что этот немножко плоховато относится. Но я его возьму, потому что плохое отношение снижает только защиту. Меня это устраивает. Не знаю, что мы в войне с нумидийцами еще. Сейчас вот мы разберемся и пойдем сюда. И нам вообще нужен, конечно... Так, все города у нас в нашей религии, да? Что этого парня оставим? Ну, пока он просто, давайте, будет стоять. Мы потом им будем храмы строить, когда мы их откроем. А мы их, собственно... Нет, я архив открываю. Так, что у нас тут еще, может? Ага, лучник вот этот. Переводим сюда. И вот эта колясочка. Я бы тут уровень дал. Так, колясочкой... Ну и колясочку можно перевести. Значит, у нас тут просто никаких уже варваров не может быть. Только Сиосилий или Карфаген нападут. Я думаю, их можно не бояться. Так, этот хай тут стоит, лечится. И у нас остаются Берема и Скаут. Давай так. Так. Красное море. То есть, у нас внутреннее Красное море. Ясно. И этим Скаутом... Так, давайте сюда попробуем. Так, а что у нас открыл? Египет открыт полностью. Так. Давайте мастера шпиона. То есть, у нас только Рим остался неоткрытый. Открытый. А, приказов не хватает. Ладно. В Пересепале поэта доделал. Ну, у меня одна из амбиций просто пять старших специалистов сделать. Может, уже до конца довести. С другой стороны, у меня через два хода архива надо будет вскроить. Я бы лучше... Ну, вообще, старший поэт три хода. Блин, ну и стены тоже можно было бы... Охотник, рудокоп, рыбак. Ладно, давайте старшего поэта доведем уже. Это все-таки одна из амбиций должна быть выполнена. Так, восстанавливаем. В Садарвазе городской проект сделали. Это я цивики накапливаю. А, видит, минус один, если под обороной отрядов семьи. Ничего не дает сейчас. Ладно, давайте еще раз городской проект. Блин, или празднество. Такой уровень несчастья вообще. Ладно, давайте городской совет. Еще один ход. Так, тут восстанавливаем. И заканчиваем ход. Так, значит, надо что-то как-то копить на маяк. В чем маяк? Маяк, видимо, в Садарвазе надо строить. Как раз в Садарвазе нету никаких сетей, но маяк дает, фаровский маяк дает сети все, ну, вот это плюс 100% сетям во всех городах. Царица покинула... Царица Вавилонии покинула этот мир. Так, перед двором предстало несколько одаренных выходцев из народа, ожидающих признания. За небольшую цену мы можем предложить какому-нибудь счастливцу войти в круг знати. На кого пойдет наш выбор? Командир пехоты. Придворный воин. Торговец с самосветами. Придворный купец. Ну, наверное, все-таки воина я возьму. Фрат. 25 лет, герой. Только плюс... Так, 6 храбрости и все. Пайн. Древняя статуя, которую мы однажды извлекались под толщие камни, установили в ней шапру была украдена. Местная охрана сбита с толку. Ну, давайте заплатим на то, чтобы провести расследование. Интересненько. Кто-то спионерил. Так, давайте вот тут подвырубим. Ну, старинник вообще бесполезен. Он ничего не нужен, поэтому его можно спокойно убирать вообще. Так. Деревня 2 из 2. Что я вообще могу строить? Амбар. Это у нас... В пустынях можно монастыри и храмы. Но ведь в монастыре и храмы пока еще... И апостолы тут быстрее создаются, между прочим. Хм. Ну, давайте, наверное, вот здесь ферму. Потому что фермы вокруг пастбища бонус дают. Ну и заодно вырубим еще лесок. Так, здесь. Фрат, воин. Давайте сюда встану. И добавлю полководца. Просто, когда добавляешь полководца, на этом ход закончится для... А, нет, слушайте. Не, закончится. Держи, показывай, что вроде... Нет, закончился. Так, непоголебимый против отрядов из племени. Да, против отрядов из племени, конечно же. Прокачаем. Он так слабенько, потому что он в лесу стоит. Но я хочу сначала его убить. А потом уже он умеет... Видите, он умеетится в два юнита всего. Этот и этот конь. Сюда встану. Потому что тут слишком... Ну, открытая местность. Но тут его несколько отрядов смогут атаковать. Так, ну и этим, наверное, подойдем. Это нужно ход заканчивать. Так, у нас один ход до метафизики. Восстановление. Здесь я охотника сделал. Давайте, наверное, командира. Так, в Садарвазе еще один городской совет. И я хотел после этого празднества, да. И в Артакаане. Ммм... Ну, в Фермера, наверное... Вообще тут уже три жителя. Ладно, давайте форум пока. Тридцать три приказа на... Семьдесят седьмой ход. Блин, надо и поселенцев еще, конечно. Такое место у нумидийцев. Не знаю, почему Увелон как-то так слабенько развивается. Карфаген мог бы тут уже заселиться. Карфаген, кстати, воюет с нумидийцами. Воюет, да. Ярость прям. У меня, в принципе, со всеми, ну, такое нейтральное отношение. Вот с греком только. Очень хороший. По какой-то причине. Давайте глянем, почему. Теребоньк вековечный. Серия Египет. Мир. Блин, недавно только воевали. Они уже перемири, а потом сразу мир. Так. Плантации круто. Бесплатный придворный точно не хочу. Блин, но я бы с монастырей все-таки начал. Важная штука. Хотя и плантации важная штука, блин. Тут слоны, лучники на верблюдах. Черт. Ладно, все-таки монастыри открою. У меня религия, которую распространять надо, она как-то не распространяется. А, тут нужен уровень. Так, ладно, подожду я сейчас пока. Полезные личные связи неожиданно открывают нам путь ко двору Карфагена и в покой Влады Крима. Советники рассчитывают улучшить отношения с обоими царствами. Я буду с Карфагеном улучшать. Тем более, вот, Карфагену тем более еды нужно отправить, а не цивики. Пришло письмо о том, как царевич Шапур учится. И говорят, что, типа, если вы дадите больше денег, он может получить кое-какой перк. Давайте так и сделаем. Плотником. Как правитель. Ну, такое, честно говоря. Ну, лишний перк. Этот перк, короче, лишним не будет, ну, скажем так. Так, немножко пройду вперед и апну. И то же самое с этим. Так, отлично. Так, давайте я, наверное, убью этого ополченца. Основу побежденных сил мамедийцев составляют сбежавшие гладиаторы, как специально обученные рабы и бывшие воины. Царь Гауда, лидер гладиаторов, который, несмотря на безродное происхождение, уважает власть. Он кланяется трону со словами «Позвольте нам сражаться за вас». Так, воинов получим и плюс одну харизму, если примем. Вы принесете больше пользы, как рабочая сила. Плюс две легитимности, плюс две жители и плюс четыре клетки территории в Персеполе. И твой ценный главнокомандующий не должен пропасть даром. Я получу мудрость. А, и царь, давайте лучше не будем пропасть даром. У нас придворный воин появился, зашибись. Давайте вот... Так, что-то я его не вижу. Может, следующий... Ну, то есть он как бы тут есть? Вот, Гауда-нумидийц. Придворный воин. Может служить полководцем, наместником или... Видимо, все-таки в следующем ходе я только могу его... Так, отбились мы от всей этой... Атаки. Теперь тут надо... Тут лаванды куча. Четыре ресурса лаванды. Будет круто. Так, ну не знаю, давайте лошадью сюда приды... Тыгдынкаем, просто будем тут стоять пока. Ну что, попробуем... Маяк начать делать. Так, давайте еще раз глянем. Что там надо? Форостский маяк. Растущая прибрежная вода. Это понятно. Это вот здесь. Куда мы дойдем? 600 камня. Все города сети плюс 100%. Расширяет границы. Плюс 6 культуры вход. Плюс 20 денег вход. Цивики есть. Железо есть. Только камень нужен будет. Тут у нас культура растущая. То, что надо. Сюда предлагаю. Так. Значит, чтобы купить камень, мне надо 4083 денег. Хватит. Понеслась. Это очень крутой выхлоп будет. Очень крутой. Так, блин. И этого рабочего я бы отправил все-таки вот к этим сетям. Пастух. Давайте, наверное, рудокопа на золото. Тем более, что здесь мы сможем по миналам не строить. Так, а здесь мы пастуха здесь сделали, да? Давайте просто городской совет проведем. Так, и мне надо где-то поселенный. Я думаю, наверное, в Персепале я поселенца буду делать после старшего поэта. Сейчас вообще, наверное, гляну, где у нас самый большой рост. То есть, от роста тут зависит, как быстро мы можем поселенцы сделать. Царь Арестандр Великий покинул этот мир. Да, у нас теперь похуже отношения, да. Ну, не страшно. Подумаешь. Так, значит, давайте глянем, где у нас самый высокий. Ну, по идее, должен быть в Персепале, по-моему. Не, в Катуре, ты смотри. Персепаль второй. Я в Катуре Лучников делаю. Все равно здесь поселенцы начинаем. А, стоп! Каких поселенцев? Я же архивы везде хотел сначала. Точно совсем забыл. Так, уже два старших специалиста. Но вот это мы не выполним амбицию. Будет минус пять к легитимности. Надо ли нам куда-нибудь тут скакать вообще, разбираться дальше, я вот думаю. Слушайте, давайте мы попробуем Техи покрасть. Ну, в данном случае это просто наука будет. 110, 150. 150 в Греции. Давайте попробуем. А, мастер разведки боя. А, и требуется картография для... Черт. Ладно, давайте... Знаете, бунг означает, что мы сейчас заплатим, да? А он этого не сделает. Ну, тем не менее, давайте Рим откроем. Это последняя... А, у меня денег не хватает. Подождите. Будем надеяться, что он не умрет. Все-таки 49 лет должен выдержать. Странно, почему он тут предлагает... Ну, через три хода рудокоп, он тогда добавит эти... И каменоломни лучше вот здесь делать, понимаете? Поэтому я подожду лучше этим... Когда рудокоп будет создан... Когда рудокоп будет создан... Ага, карнизон. В принципе, кстати, можно посадить, где у нас самое большое население... Блин, какие-то вообще хреновые у меня правители здесь. Особенно, что они плюс к несчастью добавляют. Не, пожалуй, этих мы не будем размещать. Так, этот у нас к сетям тут бежал. И в столице, в столице... Вот, тут уже, смотрите, городки конкретно созданы. Так, я бы, наверное, в других городках... А в других тоже городки начал делать. Вот сюда, например. Еще немножко не хватает. Какой продажей обвалил цены на еду вообще? Да, слушайте, каменоломни точно нужны. Совсем денег нету. Ну что, сейчас я могу добавить этого в генералы? Нет. Я не понимаю, а как это вот... Придворный... Придворный воин. Ну и смысл. Ладно, давайте вот этого магабаза-младшего. Вот сюда только. Так, и... Один приказ, все. Пойдем вот с этими нумидийцами разбираться. Задолбали нападать на нас постоянно. Сами считайте, войну эту привезли. Так, празднество закончится. Ну, короче, архивы надо везде будет строить. Ну и форусский маяк, конечно, будет крут. Да ладно, скончался все-таки. Минут... Короче, 500 монет в никуда считайте. Но охренеть. Скончался. Как и другие знатные семьи перси, вы обучаете своих детей стрельбе из лука, езде верхом и умению говорить правду. Умение говорить правду. Эти навыки основа жизни любого перса. Шапур взрослеет не подням и по часам. Но чем ему следует сосредоточиться... На чем ему следует сосредоточиться в учебе? Ну, то есть, это наследник. Искусство стрельбы из... Давайте воля и честность лучше. Будет праведным. Так, полководец лучников из-за преклонных лет. И нам не на кого его заменить. Так, против отрядов ближнего боя. Да, против отрядов ближнего боя. Давайте. Так, и мастер разведки скончался. Давайте глянем, кто у нас есть. Вот Гауда-нумидийц есть. Патриарх. Все, кстати, плохо ко мне относятся. Но тут не видно, чтобы это на что-то влияло. Я бы, наверное, все-таки Гауду этого поставил. Что он мудрый. И это шанс выше. Ну. Не, не буду пока внедряться. Так. Так, просто вырубкой кустарников занимаюсь. Архив. Архив. А, у меня тут нету двух, да, начал домик достроить, чтобы можно было ОДОН строить. Нету двух, надо, чтобы два городских района рядом были. У- aware есть так, кто-то там были. Но мы вот и кто-то там были. остальными наверно останусь на всякий пожарный там прибегут компьютер же как-то знают эти вафил вавилон зачистил тут на медийцев странно думаю что он уже больше городов поставил вавилон они 4 давайте проверим да у него уже семь городов надо заново внедряться и смотреть блин чё-то я не заметил что этот чувак старый я его назначил мастером разведка он умрет скоро от старости блин считайте минус 100 цивиков известный дипломат эзипту из ассирии уже теряет надежду на то что стоит с нами разговаривать вместо этого она обдувает создание союза народов который заставит нас пойти на уступки это явно не лучше на что мы рассчитываем так всегда есть о чем говорить и мы мир запрет за счет того что очаровательный у нас теребоньк очаровательный теребоньк я надеюсь кто-то смотрит это прохождение рядом проходит мама или жена и такой что 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 я сейчас услышала ай тут давайте каменоломню так архив еще архив у нас слабо с наукой единственная такая возможность эти тут быстрее на один ход потому что рабочий этой семьи а Чё-то такое Красное море огромное. Телекое содержание по городам. Из-за высокого несчастья. Подожди, дань нам от Ассирии? Я думал, это мы платим Ассирии дань. Ха! Прикол! И заодно и мир мы с ней заключили. То есть... Странно, такой текст был, как будто она там собирает против нас все цивилизации, знаете. А в итоге оказалось, как будто она нам заплатила дань, чтобы мы в мире были с Ассирией. Слоны деньги дают, а вот тут лаванду... А, мы не можем собрать ни то, ни другое, потому что очень далеко от наших городов. Так, понятно. Там Вавилон всё зачистил. Давайте, наверное, тут посмотрим. Да, там нумидийцы есть. Блин, чуть не хватает добить. А там сейчас прибежит Вавилон и займёт это место, небось. Нечестно. Вот, кстати, с этим что-то надо делать, когда ты что-то зачищаешь, а компьютер берёт и занимает это. Вот, смотрите. Ну, возможно, сейчас, конечно, не будет, но я частенько это замечал. По-моему, это не честно. Следим за ходом Вавилона. Пока Египет оси... Вот, Вавилон. Нет, не занял, кстати. Слушайте, как у меня отношение с Вавилоном? Ну, плюс 20. Сила у них сильнее. Вавилон. И свою ещё мудрость. Давай мудрость. Мудрость. Мы на мудрость будем напирать. Есть лучник. Сразу, кстати, наверное, на кровожадный прокачаем. И в Катуре я хотел посила строить. Потому что тут самое большое. Потом архив сделаю. Тут посила и в столице посила. Есть рудокоп. Видите, добавились архив. Тут строим. Ну, наверное, фермера. Так, значит, здесь... Где у нас? Вот. Паминоломню. Лесопилок уже кучу понаделали. Но, тем не менее, вокруг лагерей лесопилки строим. Там, где есть лес. На кустах лесопилки не строятся. Уменьшается железо, потому что содержание лесопилок... Лесопилки за железо содержание идет. Видите? А, не, подождите. Нет. На что-то тогда идет... Или это каминоломни содержание за железо? О, странно. Что-то... На что-то я трачу железо для содержания. На месте победы над нумидийцами ученые обнаружили алтари на скальной рисунке статую с изображениями поклонения огню. Они верят, что эти сокровища связаны со старинной племенной религией, культом пламени, который до сих пор исповедуют многие наши подданные. Перед нами священные символы культа, поэтому действовать мы должны осторожно. Установите их в городе в знак нашей терпимости. Я, пожалуй, это и выберу. Причем минус уровень недовольства еще в Артакаане. Кстати... Зашибись. Очень хорошо. И вовремя. Так, все. Тут все зачищено. Не знаю, стоит ли мне туда идти. То есть я хочу здесь и здесь города поставить. Мне кажется, там должен сам... Вавилон заниматься. Теми городами. Вижу этот город, потому что он город священный для греческого язычества. Блин. А, кстати, я могу бегать по территории Греции, потому что миру навязать. Слушайте, может мне на автомат поставить? Или подождите. Да, вот автоматически. Пускай действует автоматически. Он, правда, будет каждый ход в начале тратить четыре приказа. Надо бы об этом не забыть. Но, с другой стороны, я вот не знаю... Ладно, давайте... Подойдем сюда, глянем. Да, там есть нумидийцы. Тут оставлю. Тогда будет на единицу снижаться... ...за счет стен. Так, а этого в Садарва сверну. Ну, хотя не обязательно в центре города стоять. Просто на территории города достаточно. И вот, например, уже эти минус один идет. Просто вот на территории... Вот в границах вот этих стоять. Ну, как бы вот эти границы, это считается, что это город. Ух, какие тормоза. Ну, вроде игра... ...получше идет. Но я все равно чувствую, что есть тормоза в игре. Тем более, что у меня не на максимум стоит... ...вот там. Ух ты, Вавилон там его. Все. Заняли. Вавилон занял это место. Но я думаю, что с нумидийцами... ...карфаген принял за растризм. Отлично. Отлично. Послы из Рима, не смея поднять на вас взор, смиренно преклоняют колени перед троном. Они пришли за помощью. Так. Они хотят железа. Ну, давайте поможем. Мне железа особо не надо. Культурные достижения Артакаана побудили старейшин объявить этот год началом нового золотого века. Тем самым они надеются упрощить свое положение, но им необходимо ваше содействие. Так. Неделю выступлений поэзии. Цивики. Ну, деньги мне точно не нужны. Давайте выступлений поэзии. Потому что уровни города дают очки победы. Это все важно. Что-то он не бегает. Я думал, он в начале хода побегает. Так, а вот тут интересные наместники появились. Вот эту я, пожалуй, выберу в наместнике этого города. Видите, архив дает сначала два науки вход. Второй уровень архива четыре науки вход. Но еще и по завершению определенное количество науки дает. Поэтому мы можем бонашество не за два хода, а за один закончить. Видите, у следующим ходом архив закончится. Я думаю, мы следующим ходом бонашество откроем. Да, наверное, куплю. И архив еще тоже построю. У нас больше нет, куда просто науки брать. Мне это надо. Грубо говоря. О, смотрите. Тут даже нет прокачки. Уже до максимума улучшили. Кровожадного. Так, вот этого давайте в границе вернем. Тут поставим контролировать. Против пехотных, против отрядов ближнего боя. Ну, а давайте крит увеличим. Так, у нас еще 15 приказов. Сходим, посмотрим, что карфаген должен зачистить вообще-то. Так, ну, хорошо, хоть в карфаген зороастризм распространился. Может, еще в Вавилон распространится. Вообще, зороастризм в восьми моих и в трех других. Иудаизм в четырнадцать. То есть, у меня в одиннадцати это в четырнадцати. Христианство вообще только недавно по пять. Ну, кстати. Ну, я надеюсь, что Ассирия христианской станет, а не иудейской. Чтобы изменились отношения. О! Это какой-то захваченный город. Вы знаете, вот так выглядит. Ладно, не буду туда лезть. Но это какой-то захваченный город. То есть, он пока не перешел под контроль. То есть, это кто-то у кого-то захватил. А у нас Вавилон с нумидийцами в войне. Ну, не могли нумидийцы город. Может, это нумидийцы захватили город у вавилонян? Вау. Это, кстати, может быть. Так, сколько у нас еще ходов до форусского маяка? Семь. Ну, сейчас шесть будет, я так понимаю. Ауч. Вот это я подставился. Минус пять легитимности. Жаль. Так, открыли монашество. Бесплатного лучника нафиг надо. И украсть исследований. Это интересно. Но я бы, наверное, в купальне пошел. Потому что они минус один дают. К несчастью. Так, Митридат, наместник Садарваза. Умный. Ну, вообще, умный вот это прикольно. Потому что плюс две науки за уровень культуры. А в Садарвазе их уже второй уровень. Кроме того, я чудо построю. Еще быстрее будет уровень культуры подниматься. Так, лесопилки и пастбище. Плюс пятьдесят продукции. Ну, там у меня немного, честно говоря, их в Садарвазе. Давайте умный возьмем. Видите, на один ход архитектура ускорилась. Так. Раз мы открыли монашество, мы можем строить монастыри. Монастыри у нас плюс шестьдесят к плантациям. Поэтому монастыри нам надо строить рядом с плантацией. Ну, плантацией, правда, не можем строить. Но я знаю, что вот тут, да, плантация. Значит, монастырь вот тут должен быть. Так, и здесь я хотел поселом. Теперь, когда царевич Шапур завершил изучение философии, как он послужит при дворе. Так, фанатик у нас Батяня был. Я бы его судьей назначил. Стоимость смены законов дешевле будет, ну, если он будет правителем. А, ну и все. И могут улучшать сооружение. Это значит, что... Ну, я, как и не так часто пользуюсь этим, улучшать сооружение. Ну, в общем, я судью беру. Так, и как-то надо его переименовать. Что это, Шапур? Может быть, Шампур? Просто там не услышали, когда метрику заполняли. Шампур. Конечно же. Так, вот тут уже нету нумидийцев. Тут видно, что город. И вот тут Карфаген держит. Короче, валим отсюда. Понятно. Там Карфаген и Вавилон разберутся. Да, блин, покажите город. О, точно. Нумидийцы захватили город Вавилона. Прикиньте. Ну, что, можно попробовать отбить, наверное. Продолжение следует... так шесть ходов надо до 6 ходов до великого маяка у меня уже куча сетей тут стоит до великий вот в русский маяк конечно очень круто мне тут заработает а как у меня семьями отношения так с ахиминидом и мехронидом надо отправить денежку но это кстати из-за скорее всего из-за несчастье в их городах видите минус 220 от их недовольство это сумма недовольства в их городах на самом деле надо именно в городах пытаться уменьшить недовольство как же там вавилон потерял город в городе садарваз между зороастрийцами и персидскими язычниками налаживаются доброжелательные отношения совсем недавно в зороастрийском храме был проведен совместный молебен обои обеих религий а персидские язычники пригласили представителей зороастризма поведать о своей вере из-за высокой культуры видите садарвазе еще повысилась соответственно за наместник умный уже плюс 6 науки вход будет давать они плюс они плюс 4 так такие дружеские отношения нас лучше научат нас управлять государством цивики получим отличный привет для всех в персии мнение улучшится зороастризма язычество я лично посещу один из таких совместных молебнов плюс легитимность улучшится да давайте то благодаря тому что у нас царь верующий ну он фанатик берем безумный при нас хрена ли он безу когда он стал без да это когда мы обучали еще его молодым так городскую тюрьму персеполя окружила толпа сторонников матриарха аметиды суди с факелами и камнями любит люди требуют немедленно освободить ее ваши шпионах на шпионы на улицах города полагает что эти повстанцы выступают за семью мехранидов чё доброе имя якобы пострадала напрасно пускай беснуются ну я бы наверное все-таки освободил минус 2 легитимности ладно нормально так тут я могу амбицию выбрать открыть 80 процентов карты ну кстати можно попробовать в принципе мне кажется это выполнимо мне осталось 22 процента так открыть вероучение фискальная политика это далековато мир с тремя поли ну слушайте тоже интересно но правда проблема в том что я тут не могу заключать мир пока у нас нет управителя дипломата его у меня не будет ладно давайте вот это 80 процентов мира так открыть да построим шахту просто уже минус идет по по железу так лесопилки лесопилки голове моей лесопилки не беда подумаю что то давайте городом займусь сначала здесь и не держать то через десять ходов там появятся варвары тяжеловато но тут за счет того что стены ведь и когда мы снимем все мы тут намного быстрее этого коника мы будем убивать вот смотрите за эту стены сделал до стены сделал мне кстати 0 что там именно стоять в районе проверу проверю все равно 0 то есть не идет минус серьезно неужели в центре города надо все таки стоять все равно а блин это юнит и не этой семьи черт зря только до тупанул зря только двигался все равно Каманерез, младший командир О, давайте рудокопа на соль Так, я так и забил на дороге В итоге Но их вообще-то надо сделать Я думаю, вот здесь вот так вот Дорогу надо провести Так, ну по очкам я вроде впереди Но развитие Египет той же силы и отстают по науке от меня Ассирия сильнее и отстают по науке Вавилон лучше меня и сильнее Рим и сильнее, но отстают по науке Карфаген сильнее и лучше меня по науке То есть у нас Вавилон и Карфаген и Греция Круче меня Вавилон, Карфаген и Греция Но с Карфагеном мы В очень хороших отношениях Благодаря Или это Рима? Цибала Индия Выглядит как Вавилона город все-таки Зарастризм принимает теологию Дуализм в смысле Что его может улучшать и Карфаген тоже что ли? Вау Прикол кстати То есть не обязательно быть основателем Чтобы О мир От Вавилона Да я наверное Приму Так этот хай изучает политику Это у нас не наследник А можно Мир попросить украину Ну я помню что дипломат нужен Не ну симпатия точно Есть Дружелюбие даже Более высокий уровень Давайте попробуем Ну и 200 цивиков потрачу Ладно Все равно Я считаю надо Спасибо за субтитры так я бы тут казармы поставил тут у нас дорога то проведена до конца да тут есть дорога надо пойду сюда тоже помогать дорогу вести архив первого уровня а тут нету культуры выше хорошо рудни рудокоп тут есть но все три жителя здесь охотник но я наверное пастуха потому что дополнительный приказ тут у нас фермеры тут по-моему давайте апостолам так ну надо подвести и добить да тесто чижит основной город но это здорово кстати только надо тут теперь занять давайте так и марш чтобы точно тут никто не это не мешался я не пойму бегает ли у меня скаут на автомате ну да вроде бегает да вот он видите два приказа последних использовал все таки интересно интересно тут открывается территория значит надо вот раньше кстати здесь было что вот эти все на автомате они в начале бегали ну и я думаю что это изменили пошли игроки не понимали куда их девать забывали что ставят на автомат юниты забывали что тратится на это приказы и начинался ход у них нифига нету приказов поэтому видимо на конец хода это перекинули мастер разведкой скончал ну да я его зря конечно назначал он слишком старый уже изначально был мастер 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 давайте церкви возьмем я сейчас попробую какой-нибудь закон принять война с враги цими да я думаю что так как а с кем они предлагают для царевицы для царевича шампура ночи за гриме не нравится если бы тебя не просто мир предложил без мастера разведки пока обойдемся и примем закон у нас есть так единобожие либо многобожие я бы единобожие наверное принял так а тут колонизация можно покупать клетки бонус перемещения через реку содержание замуштру а закрепощение все города фермы плюс 20 процентов продукции но я бы наверно закрепощение еще при а тут что отряды за внешними границами не требуют доп содержания разведчики перемещаются по воде все отряды плюс здесь культурно это вот в начале кстати в начале игры вот это прикольно потому что культура дает так значит этот у нас бежит сюда тут архив 2 найти форум построен так авкатуре мы построили поселы я бы здесь апостола сделал что нам надо монастыри строить так тут мы все сети уже обработали тут правда вот есть и тут надо них еще добраться надо будет для этого спецы нужны так ну давайте наверное да давайте наверное здесь каменолом не уж и камень вот во второй половине игры самый важный ресурс все еще так тут мы стоим просто один ход ждем когда город будет захвачен пока я тут не могу ли а или могу так это наверное какая-то прокачка да может лечиться на нейтральной территории это прокачка типа от от генерала при 17 приказов осталось так давайте дар семье преподнесем ахиминидом закон все таки надо принимать давайте единобожие кроме того меня интересует кто укрепил зороастризм теологию но кстати мне это нравится плюс одна наука за каждую религию и храм минус несчастье будет давать но это не я это карфаген походу что на это цивики надо тратить то есть здесь можно реле если ты принял религию ты можешь ее тоже развивать кстати вполне логичная штука вот почему в циве развивает религию только тот кто ее основал ну это ж не так на самом деле тут прикольно сделали мне нравится вообще столько вот все таки болт ворлде идей логичных я уверен что не так ну не так популярно это видео будет как циву сорить просто потому что люди не понимают что на экране происходит я стараюсь объяснять но тут очень много идей вот мне как игроку во многие части цива тут у практически хи нахожусь сразу изначально последнее время царь теребонька вековечный чувствует себя плохо нет лошадь без всядника несет с собой короткий ответ карфагена никогда драматизм и это просьба о мире было ничоси что это никогда вот такие отношения с ними 230 блин дружелюбие выше выше по моему вообще даже не может быть ничего странно великий мыслитель и политик из прав тассе и катон появляется у вас при дворе с собой несет рукопись вне история персии памятные события жизни народа внахравляющие трагически еще суровая оценка те кто к ним причастен дозволим ли мы чтобы всякий мог прочесть ее или запретим и тем самым защитим государство от нападок плюс 40 со всеми семьями это интересно но с другой стороны и так уже довольно высокая я давайте пусть все прочтут кому мы передадим ну наверное священнослужителям потому что вот этот город я планирую опять же охотникам передать а соответственно этот город да наверное священнослужителям так этот город у нас а нет вот этот я полить блин надо было политиком наверно они священы на служителям ладно так так чьи меня нужен скаут вот тут все разведать а он еще на медицы пока восстановление а нет там уже рим держит так тут город вавилона а что-то в красном море ничего мы так и не нашли ничего не появилось рудокоп на соли а и редкий ресурс мы имеем соль по моему тут никто не хочет я бы наверное в садарваз отправил потому что тут у меня самый высокий уровень несчастья шестой в садарвазе даже в персеполе через давайте в садарваз соль чтобы не так быстро накапливал на самом деле это накопилось из-за того что очень часто сюда варвары и другие эти нападали верно архив построим мы с греции так у грека 10 городов у меня тоже 10 будет 11 кстати у египта 7 у карфагена 8 Вавилона 8 Осирия 8 Рим 7 Так, архитектуру я ради бани открываю Два хода до форосского маяка Ой, форосский маяк, конечно, выдаст нам Куча всего Ну, опять, я не особо беспокоюсь, что у меня минус 9 по железу Я не очень Не очень помню, что у нас на содержание По железу идет, точно казармы идут То есть, на что мы тратим Вообще это железо, откуда Вот, минус 3, минус 7 Вот это вот На какие-то строения Точно О, серьезно, худшего сер тяжело Болен Греция и иудаизм приняло плохо Эти 4 цивилизации в иудаизме Так, сфокусироваться на науке Давайте пускай на науке Нет, пускай на науке сфокусируется Так, а конфуций А он у нас наместник в Катуре На 50% дешевле будет сооружение Или просто мудрость Давайте рачительный Гарнизон здесь Хорошая идея Что там не хватает Да, не хватает Немножко камня Так Так Значит, мы монастыри Рядом с плантациями Но в Катуре я не вижу Так, а храм там рядом С чем дает Бонус? Он, по-моему, просто с монастырем рядом Да Именно рядом с монастырем Но храмы мы еще не открыли Мы их не можем просто строить Так что чисто монастыри Плантации здесь нигде невозможно Вся игра мне предлагает Вот тут почему-то строить Не знаю причину Я бы здесь построил Есть монастырь Так Это в Нишапуре В Прафтасии Мед, по-моему, тоже плантацию требует Да Ну, значит, сюда давайте Дикие скачки по Какой-то равнине По Самарской равнине Что-то дофига приказов остается Так, тут я апостола сделал И сейчас будет построен Форосский маяк Да, уже три чудо мы Построили По-моему, зашибись Надо посмотреть еще какое-нибудь чудо Может запланировать Надо те чудеса строить Которое Кстати В Садарвазе Мы можем здесь домик еще сделать Третий Третий Денег Сейчас должно как минимум увеличить денег После постройки Да 846 На 200 вход Просто на 200 Теребонько выдающийся И Следующим ходом Мы умрем Так В вере Я и вы едины Ну, я думаю Знаете, что Грустную весть О смерти Теребонько Выдающегося Уже в следующей серии Блин 45 лет всего Чувак Проживет Обидно Но он хорошо Проправил То есть у него Сколько? 20 По-моему 25 или 26 лет Получается Так Форосский маяк Кучу всего Тут Выдает Плюс 100% От сетей Как-то глянуть Я уже забыл Выхлоп Во Видите 128 То есть начальное У них Не 64 Даже по-моему И не 32 То есть Тут куча модификаторов 100% За Маяк За 100% Еще за что-то Ну в общем Сети нам тут Выдают Очень неплохо Очень неплохо Ладно Спасибо что смотрели Спасибо что поддерживаете Становитесь спонсорами Канала На более высокий уровень Переходите Или посылайте мне Денежку по Paypal Ну и не забывайте Украинцев тоже поддерживать На этом все Продолжение завтра Спонсоры канала Продолжение могут Поискать Прямо сейчас Во вкладке Сообщества Играйте в умные игры И слава Украине Спасибо что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться Этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также Посмотреть другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok